Царский пир из огурцов. В деревне Пекша Петушинского района в 2011 году развернулся многофункциональный агропромышленный комплекс. Более 5000 гектаров теплиц. Первый урожай был собран в 2014 году. Всего в период с 2014 по 2016 год удалось получить около 3000 тонн огурцов. А в 2017-м Царский пир взял кредит 300 миллионов рублей. На эти средства удалось приобрести два газогенератора и семь с половиной тысяч осветительных ламп. Модернизация позволила выращивать овощи круглогодично. Агроном-технолог предприятия Анатолий Волощук рассчитывает увеличить объем урожая в три раза. Недавно только поставили генераторы. Модернизация прошла довольно успешно. И для нас это все ново. Но не только то, что есть у нас искусственное освещение, но и в плане вот этого гибрида. У нас гибрид пчелопыляемый. На территории Российской Федерации только несколько комбинатов по всей территории пробовали выращивать вот этот огурец, именно вот этого сорта, на искусственном освещении. Первые огурцы, выращенные с помощью светокультуры, соберут в конце ноября. Основным потребителем станет житель Владимирской области. Это будет среднеплодный огурец, шипастый, светло-зеленого окраса, с приятным очень запахом и вкусом. Мягкая тонкая шкарлупа будет. Это не будет такой огурец, который выращивают и везут 3000 километров. Если царский пир только набирает производственные обороты, то ЗАО имени Ленина в Собинском районе уже давно стал лидером в сфере молочно-мясного скотоводства региона. Один такой показатель. По надою молока, оно сегодня опережает все предприятия Владимирской области. То есть, 9200 надой в год на одну корову. Такого показателя в Владимирской области ни у какого предприятия больше нет. В хозяйстве имени Ленина имеется 4900 голов крупного рогатого скота, в том числе около 2000 коров. На предприятии постоянно улучшают инфраструктуру. Начиная с 2008 года, вот этот комплекс напротив, это комплекс на 1800 голов, плюс еще построили в последующие годы молодняка, значит, на 1300 голов, там же дальше. Мы строили склады, там у нас склад семенной. Мы строили мастерскую, вот этот офис наш. Мы строили вот эти навесы, вот эти вот здания для телядников новые. На предприятии трудится 180 человек. Сегодня средняя заработная плата работников составляет 38 тысяч. Не только хорошими деньгами здесь удерживают людей, но и созданием условий для их проживания. Уже сейчас семьи работников ЗАО имени Ленина проживают в 12 новых коттеджах, а в следующем году будет введен в эксплуатацию еще и 18-квартирный дом. У нас очень год к этой зарплате. И финансовые кредиты, и продукты мы бесплатно даем каждый месяц. В общем, много. И лечим своих людей. И мы с поликлиникой «Палитра» и семейной медициной заключены договора. Поплачиваем дорогостоящие операции, не дай бог. И в санатории, значит, лечим своих людей тоже бесплатно. Куча-куча всевозможных людей. Куча-куча всевозможных людей.